Окей, think about salada, salada, avocado, tomato, salada, cucumber, salada. Самое первое, самые важные фавориты, которыми я должна с вами поделиться, это, конечно же, музыка. Я не знаю, как вы, но музыка является неотъемлемой частью моей жизни. Я просыпаюсь, слушаю музыку, я готовлю, слушаю музыку, убираюсь, я творю, в общем, всё я делаю под музыку. Я не знаю, наверное, музыка — это моя гармония, вот никак не могу описать иначе. И я хочу вам показать группы музыкантов, от которых я сейчас без ума, которых я нашла буквально недавно, и слушаю их не переставая. Сейчас, сейчас, сейчас нашла. Девушку зовут Аманла Стэнберг. Let my baby stay. Блин, к сожалению, здесь нельзя воспроизводить эту музыку, потому что меня могут забанить. Эта музыка, она какая-то очень стильная, мне кажется, её очень классно вставлять в видео, с ней что-то делать. Больше всего мне нравится сама Аманла. Мне нравится её образ, у неё были такие сильно-сильно кудрявые волосы, она их отстригла. Я считаю, когда девушки стригутся под мальчика, это очень смело и очень сексуально. И, блин, она мне очень нравится. Это отечественная песня, это девушка из Санкт-Петербурга, если я не ошибаюсь. Кедр Ливанский, это такая группа, там поёт девушка. Я послушала эту песню из видео ID с Гошей Рубчинским. Мне кажется, её будут крутить во всех тусовках, типа Weekender, Picnic Esquire. Мне кажется, они должны её крутить, потому что это стильная песня. И следующая песня, о которой я хочу вам рассказать, это песня легендарной группы, конечно же, Pink Floyd. На самом деле, Pink Floyd это любимая группа моего парня. Как его девушка, я просто обязана слушать и смотреть то, что ему нравится, потому что отношения... В общем, послушайте эту песню. Эта песня называется Learning to Fly. Её я услышала в меломане, когда я была там со своим молодым человеком. И услышала я её совершенно внезапно. Она воспроизводилась через виниловый диск, через проигрыватель. И после этого, как я её услышала, настолько чистый звук, хотя я не так разбираюсь в музыке, конечно. Я не знаю, моим ушам было настолько приятно слушать эту музыку, что, конечно, теперь я мечтаю о виниловом проигрыватель. Если вам будет интересно послушать всех героев моей жизни, то заходите на мой сайт. У меня есть радио, где я всегда обновляю свой плейлист. И там можно понаслаждаться и послушать музыку. Следующее — это приложения и сайты, которыми я сейчас пользуюсь просто ежедневно. Я расскажу лишь об одном сайте, который спас мой кашель. Потому что это сайт для проверки состава косметики. То есть вы вводите все компоненты, которые вас очень интересуют, о которых вы хотите узнать больше. В общем, вы просто вводите туда всё. Абсолютно глицерин, там аква и так далее. И далее он выдаёт результаты каждого компонента с описанием, органическое ли это вещество или нет. Вредит ли это вашему здоровью или нет. Эко, типа эко-френдли и всё такое. В общем, это нереально удобно. Почему он спас мой кошелёк? Потому что теперь каждый крем, который я вижу, я не ленюсь даже в магазине. Потому что мне всё равно, что обо мне подумают сотрудники или ещё кто-то. Потому что я лучше прохожу там ещё часть и буду знать, что я покупаю, нежели чем просто брать, экспериментировать и только вредить своей коже. И самое интересное — со временем вы сами учитесь. То есть вы помните, какие что компоненты, что вредно, что нет. Будете, в общем, разбираться в два-три счёта. Дальше, дальше — это сумочка. Это, конечно же, соломенная сумка Clutch. Её очень безумно сильно люблю, потому что она подходит под любой мой образ. Не знаю, сейчас я обожаю просто два стиля. Это французский стиль, винтажный. И, конечно же, не знаю, как это писать. Мальчиковский, именно мальчиковский, не мужской стиль, а мальчиковский. Как одеваются мальчики-скейтеры, девочки-скейтеры. Мне это очень нравится. И я хочу одеваться так же. Для меня вот эта сумочка подходит абсолютно под любую одежду из моего гардероба, под мой любой стиль. Поэтому она очень мне удобная. И я её очень сильно люблю. Далее я хочу с вами поделиться одеждой, от которой я без ума, от которой я в восторге. Это вот толстовка. Это толстовка от бренда Dime. Логотип специально сделан под стиль Dior. То есть, ну, тот же шрифт. Это скейтбордический бренд. И, если честно, я не буду сейчас умничать, потому что я далеко не разбираюсь в скейтбордическом стиле, хотя у меня очень много одежды скейтеровской. Почему я её так очень сильно ценю? Потому что эту кофту я получила именно тогда, когда ещё эта кофта не вышла у этого бренда. То есть, мой молодой человек является официальным дистрибьютором скейтбордических брендов. И в этом числе Dime. Я просто мечтала получить эту кофту. Я её заказывала давно. Я не знаю, я в этой кофте хочу делать абсолютно всё. Она такая мягкая и классная. В общем, я её безумно люблю. Далее. Если честно, я не могу найти свои вторые очки, которые я носила постоянно в этом месяце. Хорошо, что у меня есть вторые очки, которые я могу вам показать. И о них я говорила в видео про что в моей сумке. И они мне тоже очень нравятся, потому что, я не знаю, мне кажется, они сливаются с моим лицом. То есть, они очень гармоничны и органично смотрятся с моей формой лица. В общем, да. Дальше я хочу вам показать свои серёжки, которые я тоже ношу постоянно. Она купила их, наверное, только два или три месяца назад. Форма этих серёжек на самом деле совсем не изящная, но очень мелодичная. Поэтому, да, если я хочу скрасить свой вечер, то я их беру с собой и надеваю их. И мне кажется, я смотрюсь очень прикольно. Блин, знаете, почему самое жалкое? Это то, что тебе очень безумно что-то нравится, и ты это хочешь, ты представляешь у себя в голове, что вот, я это куплю, и я найду эту вещь. В общем, эта вещь резко становится каким-то хитом. Я терпеть не могу это слово, но становится мейнстримом. И начинать все их заказывать, и все их носить. Поэтому сейчас я вынуждена их носить меньше, потому что я больше всего не могу терпеть повторюшек. Это просто, ну, как-то, как-то мне непонятно. Вторую серёжку я не могу найти. Кажу вам одну. Морская звезда. Даже если вы никуда не выезжали, вы надеваете серёжки. Ощущение такое, что вы за границей, на островах, на Мальдивах, пьёте кокосовое молоко и наслаждаетесь водичкой. Это просто моя мечта, это то, что я хочу именно сейчас, то, что мне нужно. Если вы не можете позволить себе билет на острова, то покупайте вот такие серёжки. Они реально навеивают такое настроение. Далее такая немаленькая, даже я бы сказала, большая коробка с косметическими продуктами. Здесь я считаю важным вас предупредить, спонсировано ли это видео или нет. Но на самом деле мне прислали на обзор вот этот бренд, эту косметику, и сейчас я хочу с вами поделиться. Именно теми продуктами, которые мне очень понравились. Окей, тех масок, которые я опробовала на себе, помогли мне не полностью избавиться, но скрыть мои чёрные точки и на носу, и на щеках. Вот эта маска. Это самая знаменитая маска от Innisfree. Здесь, по-моему, вулканический пепел, я не помню. На самом деле в коробке было очень много всего, но я покажу вот именно то, что мне нравится. Далее на втором месте то, что мне прислали, типа кларисоника, очищающая щётка. Эта щётка работает автоматически, то есть вы нажимаете на кнопку, она крутится. Окей. Она делает около 200 поворотов в секунду, это почти столько же, сколько делает кларисоник. Почему я не отключила? Если ваш бюджет не хватает на кларисоник щётки, то я думаю, что это тоже будет хорошим вариантом для очищения вашей кожи. Единственное но, это если у вас есть какие-либо воспаления на лице, царапины, прыщи или что-либо, то ни в коем случае не пользуйтесь щётками, потому что они больше травмируют вашу кожу, чем лечат. На самом деле, что мне больше всего нравится, когда вы покупаете что-то в корейском магазине, то это то, что вам дают просто миллион. Миллион, я не знаю, я половину, больше из них я истратила, но вам дают просто кучу тестеров, чтобы вы это пробовали и подбирали себе, что вам всё-таки больше нравится. В общем, это, наверное, всё, что мне понравилось, то, что мне прислали на обзор. И последнее, немаловажное, это фильмы. Я очень-очень-очень-очень люблю проводить своё свободное время, смотря фильмы. Сейчас я вам хочу рассказать о мультике, который я посмотрела очень-очень давно. Это единственный фильм, мультик, который я пересматриваю каждый месяц и нахожу в нём каждый месяц что-то новое для себя. Это аниме. Но не пугайтесь этого слова, я знаю, что многие не любят аниме, не понимаю за что, но, конечно же, мультик ненесённый призраками. Режиссёр этого фильма Хаяо Миядзаки, он просто, я не знаю, он самый талантливый человек, режиссёр. Рисунки этого мультика, они не очень, на самом деле, похожи на аниме, их намного проще смотреть. Это заслуга студии Гибли, студия Гибли тоже невероятно талантливые люди там работают. Если вы всё-таки не смотрели, то обязательно посмотрите, а если вы смотрели, то посмотрите ещё, чтобы скрасить ваш вечер. Второй фильм, который я тоже посмотрела совсем недавно, и на самом деле, я не считаю, что этот фильм легендарный, вообще безумно крутой, я обязательно им просмотру, но я его посмотрела недавно, поэтому, да, скажу, что он сейчас, из всего, что я видела, он мой фаворит. Это фильм, называется Тронутый. Почему я его начала смотреть? Конечно же, из-за актёров, актёрского состава. Главная актриса там Зои Кравец. Она невероятно классная, я обожаю её стиль, образ, её внешность. Ещё актёр, который там снимается, это Роберт Шиен. Шиен, Роберт Шиен. Если вы помните, был сериал Мисс Фитт, там был кудрявый парень, так вот это он, и он невероятно классный. И, конечно же, там снимается всеми сейчас любимый Дэв Паттель, поэтому, да, это стоило моего внимания, чтобы я посмотрела этот фильм, и действительно, он мне очень понравился, и даже показался поучительным, и картинка там достаточно хорошая. Поэтому, да, если вам сегодня делать нечего, то вы можете потратить своё время посмотреть этот фильм. Это всё, что я вам хотела показать и рассказать. И напишите в комментариях о трёх вещах, которые являются вашими фаворитами этого лета, без которых вы практически не можете жить, мне будет очень интересно почитать, и я думаю, всем моим подписчикам тоже. Я очень ценю, за что вы смотрите моё творчество, моё видео, мои фотографии, и, пожалуйста, не забудьте нажать на волшебную кнопку, чтобы не пропустить ни одно моё видео, потому что я намереваю снимать каждую неделю и радовать вас. В общем, всем большое спасибо за просмотр, и увидимся очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok